Сегодня у нас на календаре 7 апреля, киевское время, 19 часов. Сегодня тоже огромный праздник, благовещение, благая весть. И для христианского мира это очень значимый и очень почитаемый праздник. Ну, мы возвращаемся к нашей войне и ждем все с вами, ждем благую весть о нашей победе, о нашей перемоге в этой войне окончательной и бесповоротной. И она настанет, надо немножко подождать, но благая весть нас тоже не оменет. Итак, за прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов, 18 авиационных ударов и 53 огневых удара реактивными системами залпового огня. Вероятность ракетных ударов остается очень высокой. В Черном море бороздят корабли Черноморского флота, в том числе и 4 носителя, и их количество не уменьшается. Но пока предпосылок, вероятность существует, но прямых предпосылок того, что ракетные удары будут нанесены, пока что нет. О состоянии ракетного парка или парка ракетного вооружения мы поговорим чуть позже в военно-политической обстановке. Есть что обсудить. Продолжает противник сосредотачивать усилия на четырех основных направлениях Лиман, Бахмут, Авдеев, Комаренко. За сутки более 40 атак. Интенсивность немножко снижается. Есть тенденции к снижению, но тем не менее ожесточенность боевых действий в результате этих атак не уменьшается. Наоборот, она даже в некоторых местах усиливается. Это особенно Бахмут. Там наблюдается симбиоз десантников и вагнеровцев. И они, к сожалению, при поддержке российской артиллерии они пытаются достигнуть каких-либо успехов. Иногда у них это, к сожалению, получается. Итак, оперативное направление. На Волынском направлении, Волынское-Полесское направление здесь изменений никаких нет. Единственное, надо отметить, что в сторону литовской границы выдвинулся эшелон с техникой. Где-то до роты полноценной прибыла на северную границу Белоруссии и Литвы. И, скорее всего, тут два варианта. Это либо проведение каких-нибудь демонстрационных мероприятий на полигоне в непосредственной близости от границы с Литвой. Либо это передислокация войск, части войск вооруженных сил Белоруссии для размещения их в качестве прикрытия государственной границы. Вот как помните, помните, с чего начиналось? Когда вот этот знаменитый мем Лукашенко, я вам сейчас, я карту привез, я вам сейчас покажу, откуда намечалось нападение на Белоруссию. Если бы не превентивные удары России, то все. На этом бы Украина, наверное, как говорит Лукашенко, хотела нанести удары. Так вот, здесь та же самая песня, та же самая история, что, скорее всего, демонстрация силы намерений для страны-члена НАТО, страны Балтии, в плане того, что Беларусь готова отражать нападение злостного НАТО. Ну, вот такое вот изменение обстановки. Ну и напомню, да, позавчера покинули МИГи-31, покинули территорию Белоруссии. И были передислоцированы с аэродрома в Мачивлищах на территорию Российской Федерации, что не может не радовать. Дальше Сиверщина и Слобожанщина. Здесь тоже существенных изменений нет, обстрелы, к сожалению, продолжаются. Войска противника находятся вдоль государственной границы с Украиной, но никакой активности не проявляют. Оборудуют позиции в инженерном отношении и обозначают свое присутствие. Активничают диверсионно-разведственные группы, иногда возникают даже перестрелки. Ну, а так, в основном, обстрелы со стороны Российской Федерации, нашей территории. В эти сутки досталось, больше досталось Сумской и, точнее, Черниговской и Харьковской областям. Далее Кубенское и Лиманское направления. Здесь локальные бои вдоль линии соприкосновения и арт-обстрелы с обоих сторон. То есть, обмен артиллерийскими ударами. Враг продолжает давить в лесах Кременной, но пока безуспешно. Линия боевого соприкосновения не меняется. И такой, я бы сказал, большой активности на этих двух направлениях не наблюдается. Бахмут. Ну, здесь, как всегда, все очень сложно. И ситуация довольно тяжелая. А именно, противник продолжает наступательные действия по всем направлениям, особенно в городе Бахмут, с севера, с востока и с юга. Но если восточный и, точнее, южный и северный фланги более-менее сегодня стабилизированы, там никакого продвижения российских войск за последние сутки нету, то центральный центр, восточное направление, с этого направления давят в основном вагнеровцы и им начинают активно помогать регулярные части российской армии. Это десантная дивизия, которая туда вводится. И при поддержке артиллерии и взаимодействии между собой, вагнеровцы и десантники, к сожалению, они имеют незначительный успех. Немного продвигается, да, незначительное продвижение. Имеют в западном направлении. Также в окрестностях населенного пункта Бахмут, Орехово-Васильевково, Богдановка и Белая гора здесь силы обороны отбили 16 вражеских атак. На этом участке была попытка улучшить тактическое положение со стороны российских войск. Она не увенчалась успехом. Мы все атаки отбили, нанесли поражение противнику. И он вернулся на исходные позиции. Авдеевка-Маренко. Здесь противник провел наступательные операции. И ни одна из них не увенчалась успехом. Враг попытался возобновить штурм Первомайского. И самые ожесточенные бои, но безуспешно. Никаких подвижек или никаких достижений в этих попытках российские оккупационные войска не достигли. Самые ожесточенные бои на этом участке идут за Марьинку. Где было отбито 19 вражеских атак. Надо отметить, что несколько дней назад состоялся довольно интересный бой. Когда российские войска попытались штурмовать южный фланг Авдеевки. Попытались штурмовать на бронетранспортерах. В таком серьезная была атака. Но, вот здесь, кстати, очень наглядный пример. Этот бой расписан во многих источниках с подробностями. Но скажу суть. Суть состоит в том, что как только российская пехота спешилась, наши войска открыли шквальный минометный огонь. И в результате чего минометы положили всю пехоту. Все. Дальше атаки уже больше не было. Никто никуда не наступал. Бронетранспортеры пытались покинуть поле боя. Но были все, были практически все уничтожены огнем наших противотанковых средств. И других видов вооружения. Вот что такое здесь наглядный пример этого боя. Это эффективность минометов против наступающей пехоты. То, что мы постоянно говорим. Какие минометы применялись, в каком количестве, ну, пока Генеральный штаб умалчивает, да, в принципе, это не важно. Важна сама суть, что нам нужны минометы и мины к ним. Далее. Шахтерское направление. Здесь противник за сутки не проводил никаких наступательных действий. Позиционные бои, перестрелки, бои местного значения. Заворожско-Херсонское направление. Здесь российские силы продолжают усиливать укрепления, пытаются минировать левый берег Днепра и улучшать свои оборонительные позиции. Параллельно ведут обстрелы нашей территории. За прошедшие сутки более 20 населенных пунктов были обстреляны российскими войсками. Российские захватчики на оккупированных территориях привлекают к строительным работам местных жителей. В частности, в Джанкойском районе, это автономная республика Крым, Украина. Мужчины, которым, по сообщениям, причастны к строительным работам, являются в основном из числа малообеспеченных и неимущих. То есть, они нанимают практически бомжей, шарахавающихся на улице и остро нуждающихся. Окупанты сулят денежные вознаграждения, заставляют рыть окопы, но очень часто обманывают. Либо недоплачивают, либо вообще оставляют без денег. В случае возмущения, сразу автомат к горлу или груди. То есть, угрожают расправой с помощью оружия. И заставляют продолжать копать окопы дальше. То есть, вот даже таким поведением, вроде как, вы считаете жителей Крыма своими гражданами. Вы же всех паспортизировали на российский манер. Так почему же вы так относитесь к ним, как к скоту и как к рабам? Вот интересная, в чем логика российского оккупанта. В том, что у него в руках автомат и в том, что он считает себя выше других. Далее, по ведению боевых действий. Тут надо отметить, что довольно неплохой в эти сутки был собран урожай. Побольше даже, чем вчера. Вчера такое просаживание было. Скорее всего, интенсивность боевых действий очень сильно влияет на потери, которые мы наносим противнику. Погодные условия сильно сказываются. Дожди, сезон дождей распутятся и так далее. Так вот, за прошедшие сутки силы обороны Украины собрали следующие урожаи. Личного состава 480 человек уничтожено, танков 2,2 единицы уничтожено, боевых бронированных машин 3 единицы, артиллерийских систем 8 единиц, реактивных систем залпового огня 1 единица, беспилотников тактического уровня 4 уничтожено, автомобильной техники и автоцистерн 13 единиц, специальная техника 2 единицы. Ну, вдогонку скажу, это конечно же войдет уже в завтрашнюю суточную сводку, но вдогонку скажу, что сегодня в районе Обеда, в районе Авдеевки, был сбит штурмовик Су-25 ВКС России. Так что, в этой сводке пока что стоит самолет уничтожено 0, а завтра будет стоять плюс 1. Вот такие военные новости происходят на линии фронта и на всех оперативных направлениях в Украине. Субтитры подогнал «Симон»!